В Хабаровском районном суде вынесен приговор последним участникам преступной браконьерской группы, попавшейся на перевозке осетровой икры в гробу. Их пятеро. Двое, в том числе и организатор нелегального бизнеса, окончания процесса дожидались под стражей. Следователи установили, что подельники с августа по октябрь 2015 года вылавливали осетров в Николаевском районе, разделывали рыбу и переправляли в краевой центр икру для продажи. Собрал преступную группу 31-летний мужчина. В материалах дела он значится как житель Николаевского района, без определенного места жительства и даже гражданства. Он ведал организационными вопросами. Мужчина подбирал места лова, заботился о лодках и продовольственном аттестате подельников. Идея везти замороженную икру в гробу пришла именно ему. План был великолепным, но провалился благодаря бдительности патрульных. Сотрудники ДПС остановили катафалк в октябре 2015 года на 34-м километре дороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Им показались подозрительными перевозки покойников по ночам. Водитель и пассажир автобуса заявили, что везут тело усопшей, на месте которого оказались полтонны деликатеса. Икру сначала отправили на ответственное хранение. После проведения экспертиз и по решению суда деликатес уничтожили. На полигоне бытовых отходов браконьерский товар раздавили бульдозером. В результате преступных действий подсудимых государству был причинен ущерб свыше 4 миллионов рублей. Как в ходе предварительного следствия, так и судебного организатор преступной группы вину свою отрицал, пояснив, что данное преступление он не совершал. Всего в состав преступной группы входило 6 человек. Двое из них, в том числе и водитель катафалка, заключили досудебные соглашения и получили условные сроки. Сведения, предоставленные мужчинами, помогли полицейским выйти на остальных браконьеров. Четверых приговорили к реальным срокам заключения. Рыбакам и другим перевозчикам в колонии общего режима предстоит провести от 2,5 до 3 лет. К организатору у Фемида отношение было особым. Группу он собрал до истечения срока условной судимости за точно такое же преступление. Его приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии. Был в зале суда и еще один фигурант уголовного дела. Он тоже добывал осетров, но в состав преступной группы не входил. У него улов. Покупали. Браконьеру назначили 30 часов обязательных работ. С места происшествия Юлия Рябцева и Андрей Алферов.